Через этот половик с начала 2022 года перешагнули почти 100 тысяч жителей страны. Все потому, что ведет он в известный теперь уже на всю Россию автобус Победы. К празднику создатели экспозиции из международного клуба «Ночные волки» обновили часть экспонатов Великой Отечественной и пригласили всех желающих окунуться в то далекое страшное время. Я увидел в этом автобусе экспонаты Великой Отечественной войны от оружия, от гранат до личных принадлежностей столдата. Ну, это очень круто, классно. Меня удивил в основном автоматы Калашникова, которые АК-47, получается, 74-й, и есть еще там АК-103. Вот 103-й мне больше понравился, потому что он как бы выглядит по-новому. Ну, и знаю, что он боевой, но он стреляет холостыми патронами. Рассмотреть автоматы поближе и даже потренироваться их разбирать удалось благовещенцам на экспозиции, посвященной современным событиям специальной военной операции. Кроме оружия, на площадке знакомили со служебными собаками, военной экипировкой, техническими средствами, которые используют на фронте. Сначала снимается магазин, дальше проверяем, есть ли патрон в затворе. Дальше мы снимаем ствольную коробку, шомпол, газовую трубку, снимаем пружину, затворы, и там уже пружину, которая находится на самом затворе. И потом, после сборки-разборки, мы как раз-таки собираем все обратно. В демонстрации экспозиции поучаствовали участники СВО и курсанты ДВОКУ. Новые знания о боевой амуниции гости площадки применили в тематической викторине. Это связь поколений. Это связь поколений, потому что наши бойцы, наши солдаты, они прямые потомки наших дедов и прадедов, которые брали Берлин. И, к сожалению, нацизм 80 лет назад мы не добили, и сейчас мы обязаны завершить это дело. Это связь поколений. Погружаясь в историю военного времени, сложно не затронуть тему главных ангелов-хранителей нашего Отечества, бойцов-медиков, которые шли в самую гущу сражений лишь с одной целью – унести раненого и снова поставить его на ноги. Все это им приходилось делать в суровых полевых условиях или в военных госпиталях, реконструкция которых завоевала внимание не только амурских патриотов, но и гостей города. Я вообще гость вашего города. Мы прилетели с подружками из Красноярска. Решили посетить парк в честь 9 мая. И первое, на что мы обратили внимание, это медицинская палатка. Нам очень понравилось, что мы подгрузились в то военное время, суровое, где, соответственно, можно понять, как оказывали быстро первую помощь, проводили все операции. И очень понравилось, что есть те инструменты, с помощью которых это все проводилось. 47 героев стали из Советского Союза именно медиков. За время Второй мировой войны 22 миллиона прошли через военные госпиталя. Из них 17 миллионов вернулись на фронт. Сумка 47-го года настоящая. В ней переносили медикаменты на поле боя для помощи оказания раненым. Всего же на территории места отдыха организовали 21 тематическую площадку. Гости парка Победы учились изготавливать сухой душ для бойцов СВО, писали им письма. Посетили экскурсионную программу по 108-му артиллерийскому полу Капаниру 99-го пулеметно-артиллерийского батальона. Отведали солдатскую кашу. Патриотическая акция встретила больше пяти сотен горожан и гостей Благовещенска. Наталья Борас, Леонид Уткин, программа «Город». Продолжение следует...